Сегодня наше чтение будет о книге «Судьи Израилевых». Я надеюсь, что сегодня вы все-таки более подготовлены к нашему занятию, что вы прочитали эту книгу, значит, будет легче вам ориентироваться в то, о чем мы будем говорить с вами. Книга «Судьи», вы сами чувствуете по тексту, это историческое продолжение книги Иисуса Навета. Нам нужно вспомнить слова из книги «Бытия», 15 глава, 16 стих. В этой главе Господь говорит с Авраамом и говорит о том, что будет ожидать Его потомство. С одной стороны, Господь обещает Его потомству благословения, а с другой стороны, рабство, рабство в Египте. Но в четвертом роде возвратятся они сюда, 16 стих. «Ибо мера беззаконий, а Мареев доселе еще не исполнилась». Когда Авраам был приведен Богом в землю обитованную, он обошел ее. Он видел красоту этой земли, с одной стороны, с другой стороны. Он видел мощь, силу тех племен, которые населяли эту хананскую землю. Но тем не менее, несмотря на то, что хананеи... Вообще, я под хананеями в данном случае понимаю множество племен, их там очень много. Но будем одним словом определять, потому что мы усложним в себе понимание текста, если будем уточнять, какой именно народец воевал с евреями. Конечно, фелестимляне — это самое крупное племя. О нем, конечно, будет речь в отдельности. Но пока мы определимся, что под всеми племенами будет... Для всех племен будет одно определение хананеи. Хананейские племена. Так вот, несмотря на то, что эти племена были язычниками, вели достаточно беспутную, безнравственную жизнь. Достаточно вспомнить Содомля, Гаморян. И мы помним глубину их безнравственности и падения. Но тем не менее, Господь говорит о событиях, которые были в Гаморе и в Содоме, они были современны, Авраам, потому что это случилось с кем? С Лотом, его брат, его племянником. Так вот, несмотря ни на что, мера беззакония еще не наполнилась. Хотя беззакония этих была больше, чем нужно. Дальше мы читаем в книге «Второзаконие», 9 главу, 5 стих. «Не за праведность Твою и не за правоту сердца Твоего идешь Ты наследовать землю их». Так Господь обращается к евреям, которые блуждали по пустыне. «И не за правоту сердца Твоего идешь Ты наследовать землю, но за нечестие и беззакония народа всех Господь Бог Твой изгоняет их от лица Твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отца Твоим, Аврааму и Исааку и Якову». То есть мы видим, что евреи в данном случае не являются народом праведным. То есть были отдельные люди, которых Господь называл рабами своими. Их было очень мало, единицы. Все же остальные, зная Божьи установления Закона, бесконечно их нарушают. В 18 главе книги Левит, в 24 стихе говорится и далее. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула себя земля живущих на ней. А вы соблюдаете восстановление Мои и Законы Мои. И не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами и осквернилась земля, что и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих эти истеблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать под мусорным обычаем, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться и иметь. Я Господь Бог ваш». Далее Господь в книге Левит еще говорит о том, что «Я вывел вас из земли египетской для того, чтобы ввести вас в землю обетованную, и вы были Моим народом, а Я был вашим Богом». Так вот, предыстория. Но сейчас мы вступаем в пространство книги судей. Мы немножко ознакомились с книгой судей в последних стихах книги Иисуса Новина. «И сыны Израилевы пошли каждый в свое место и в свой град». 35 стих последней, 24 главы Иисуса Новина. «И стали сыны Израилевы служить Астарте и Астарову и Богам окрестных народов. И предал их Господь в руки Эглона, царя Моавитского, и он владел ими 18 лет». То есть, эта история уже из книг «И сыны». Что же происходит с этим? Почему они так поступают этим? Ведь с одной стороны они могли видеть множество чудес, которые совершал Господь в Египте, затем в Египетской пустыне. Чудеса были настолько потрясающие, они были какого-то такого глобального масштаба. И тем не менее человек отворачивается от Бога. Здесь можно прокомментировать состояние Израиля современной ситуацией, религиозной ситуацией наших современных обществ. Это будет совершенно понятно, потому что практически мы находимся в таком же состоянии. Мы знаем о том, что Бог истинный Бог троичен в лицах. Мы исповедуем Святую Троицу неоднократно в своей жизни осеняем себя Христом Святым. Мы знаем о том, что Отец послал Сына Своего. Он воплотился в этом мире для спасения человека. Но тем не менее эти спасительные истины не являются основным нашим духовным вдохновением. Часто можно слышать от человека крещённого, верующего человека, что он обращался к Батке Шептухе, посещал экстрасенсов, составлял какие-то астрологические гороскопы, календари и так далее. Вот как это объяснить? Все мы верующие с одной стороны в Бога, но с другой стороны поступаем как люди неверующие вести Бога. Я сегодня на проповеди немножко говорил о том, что мы воспринимаем Бога больше как Господа, который может решать наши земные проблемы, может нам давать здравие в наших болезнях и так далее. Но Сын Божий пришёл для того, чтобы человека спасти для вечной жизни. дать ему небо. И почти в упор никто не хотел ни слышать этого, ни знать. Господь говорил об этом часто, но никто его не слушал. Потому что православная вера, назовём её духовной практикой церковной жизни она не решает, или не сказать, она решает, но когда возникают какие-то трудности такого земного порядка у человека, человека, то здесь нужно довериться Богу и Его воле святой. То есть мы не можем сделать Богу заказ. Вот у меня больна нога. Господи, вылечим её ногу. И на следующий день у нас здоровая нога. Как правило, такого почти не бывает. Бывают, конечно, чудеса, бывают сразу. Бывает даже не на следующий день, а в это же мгновение. Но это потому, что молитва наша совпала в данном случае с волей Божьей. Но бывает, что наша молитва никак не совпадает с волей Божьей. То есть Бог, имея в данном случае, она совершенно другой замысел. Возможно, даже о том, чтобы мы страдали. А вот когда человек обращается к каким-либо целителям огурным, он прочитал какой-то заговор, заклинание, и тотчас получает, ну, если даже не тотчас, не сразу, точас, какое-то время, сразу можно сказать, получает заказ свой выполненный. И люди могут верить в Бога, но ходить именно за решением своих проблем таким вот целителям и шептунам. Пример. Вот восточная практика, оккультная восточная практика, индуистская. Она предлагает человеку аскезу, причем индуисты, индусские аскеты, они достаточно аскетичны, требовательны по отношению к своей жизни. Они могут, если это можно назвать, конечно, постом, они постятся подолгу и, можно сказать, вообще ничего не втушают, не только растительную пищу какую-то, но вообще могут ничего не втушать. Затем могут читать молитвы в скобках, мантры, читать эти мантры подолгу опять-таки. то есть молитвы за тем пост у индуистских аскетов достаточно насыщен, сделаем вот такой. Но что дает их пост, их аскеза, она дает результат. Человек, то есть индус, постился, подвязался, скажем так, и в результате он может бегать по горящим раскаленным углям или по битому стеклу, или там еще какие-то необычные вещи совершать. То есть мы видим для обывателя, обычного человека, который очень прагматично смотрит на вещи, да, но он же попастился, и какой результат сразу? Может бегать по горящим углем, и затем он может положить свои руки на больное место, этот аскет индуистский, и сразу становится легко. А вот православный говорит о какой-то воле Божьей, он говорит о том, что нужно каяться, о том, что нужно просить прощения, исправлять свою жизнь. Что для обывателя более будет привлекательным? Конечно, индуистская практика безусловно, потому что она дает ему конкретные инструкции. Православная духовность тоже дает достаточно четкие инструкции человеку в его духовную жизнь. пишутся книги по аскетике. И если христианин, начинающий подвижник, будет действовать не по правилам духовной аскетики, то это чревато какой-то прелести погибель. Но вот чем отличается в данном случае православная аскеза от любой другой, в частности от индуистской, отличается тем, что православная аскеза не стремится к результатам. А индуистская всегда стремится именно к результатам, которые можно уже пощупать и увидеть здесь, в этом мире. А православная говорит, вы знаете, вот вы будете подвязаться, а вот результаты постигнут вас в обилии в жизни вечной. То есть цель нашей аскезы церковной за пределами этого мира, а цель индуистской аскезы в этом мире. Индуистская аскеза похожа на культуризм. Вот если человек будет качать свои бицепсы, то, конечно, он ожидает получить вожделенный результат. прекрасную физическую форму. Точно так же индуист, он хочет уже сейчас иметь определенные результаты, определенные возможности, определенные способности. причем они с удовольствием демонстрируют свои способности. можем можем ли мы себе представить Марию Египетскую, которая могла ходить по воде, демонстрирующую свои способности перемещаться в пространство, например, для широкой публики, как, например, Ури Геллер, который приехал развлекать наш народ. посмотрел на ложку, она и согнулась эта ложка. Вообще, странное отношение к ложке у Ури Геллера. Вообще, ей нужно кушать, а не переводить, так сказать, товар. Вообще, все должно иметь смысл. А народ сразу же рукоплещет, он в восторге, потому что увидел, как под действием мыслей, если это можно так опять-таки назвать, испортилось ложку. Значит, вся духовность, которая привлекала Израиль периода книги судьи, и не только этого периода, и другого времени, и это время, это время книги Иисуса Новина, тоже, и, собственно, в египетской пустыне наш израильский народ с удовольствием, с удовольствием любил побаловаться к имени, поклонениям о каком-нибудь золотом тверцу. Но когда он попал в эту землю ханаанскую, он попал просто в какую-то сказочную страну. каждое малое племя имело своего идола, причем с этим идолом было связано множество духовных практик, был целый шлиф такой бытовой магии. Господь говорит, ты должен изгнать этот народ, и если он будет упираться, даже жестоко ты должен изгнать этот народ. Но Израиль был о чем? Ему это понравилось. Понравилось, как обслуживают идолы потребности ханаанского населения, скажем. Почитал какие-то заклинания, смотришь, корова доиться начала хорошо, лучше. Или там коза, что там было у них. Смотришь, почитал какой-то заговор, порча ушла. Но относительно порчи можно сказать, как замечательно сказал великий демонолог Ульяна Время. Он сказал, желтый черт не лучше синего. все вот эти спектакли, которые разыгрываются перед глазами обывателя, ничего не смыслящего в духовной жизни, а только пользующегося какими-то услугами чернокнижников, он думает, действительно, пришел, болела голова, с порчей пришел, как он определяет. Бабка пошептала, все, как рукой с ней. Но на самом деле, то, что у него было раньше на его несчастной голове, это вот, ну, если не той бабкой наслана, скажем, на него, то ею подобны. Так вот, здесь нужно понимать, что Израиль того времени он видел, как это действует. Все эти механизмы работали безотказно. А вот Бог, который вывел из Египта, он говорит о каких-то слишком возвышенных вещах, порой для евреев непонятных. И поэтому Израиль в результате, как мы читаем, впадал в это лопоклонство, в язычество. Нас это удивляет, но это не должно, еще раз хочу подчеркнуть, это не должно удивлять, потому что мы живем именно в таком обществе, которое делает то же самое. Мы также увлекаемся всевозможными оккультными практиками. И вот в результате что происходит? Господь сказал, если вы будете уклоняться от истин, которые я вам даю, то я более уже не буду изгонять из земли обетованной этот народ. И он будет вам сетью и петлей. вы помните, что я сейчас точно не помню в какой главе, в каком стихе идет речь о том, как Господь укрепил языческого царя против Израиля. там таки говорится, Господь укрепил его, дал ему силу против Израиля. Здесь нет никакого противоречия. Господь как будто отказывается от Израиля. Он дает ему пережить то, что люди дают пережить ему. Люди отказались от Бога. Достоевский говорит, безумно не верить в Бога, но безумнее верить в Него наполовину. И вот евреи верили, может быть, а мне сказать будет точно, да, наполовину, но это период, можно сказать, был периодом двоеверия. Они верили одновременно в Бога, что мы видим из страниц книги Судей, и верили во все, что попало. Скажем попросту. Вы помните эти примеры, когда тот же Гидион, которого Господь избрал, он сделал эфот. Гидион, это восьмая глава, 27-й стих. Гидион сделал эфот и положил его в своем городе, в Офре, и стали все израильтяне грубно ходить туда за ним, и был он сетью гидиону, и всему дому его. Вот эфот, вы встречали уже это слово в текстах, которые мы читали ранее? Мы читали книги Левит об эфоте. эфот это часть облачения первосвященника. С одной стороны, вроде ничего плохого не сделал Гидион, да? Сделал эфот. Но израильтяне стали глупно ходить туда за ним. Почему глупно? А потому что характерно для религии, израильской религии того времени, это то, что все должно быть не только благообразно, но и по чину. То есть должен соблюдаться чин, религиозный чин. Помните, как подробно расписаны все установления того, как должно совершаться ветхозаветное богослужение? Помните, какие подробности? И эти подробности все обязан был соблюдать Израиль. И если кто-то нарушал эти установления, то следовало за этим наказанием. эфот имелся у Израиля того времени? Имелся. Это часть облачения исключительно первосвященника. Но почему Гедеон делает эфот? Для кого он его делает? И тем более мы знаем о том, что город, где находился Ковчег Завета в скине Силома, город Силома. Но Гедеон делает себе эфот. Он создает на стороне жертвенник. Он создает часть, литургическую часть, богослужебную часть вне этого города. Полная монополия должна была быть, религиозная, один храм, вернее, тогда одна скиния и также все то, что связано с этой скинией. Затем мы узнаем о таком человеке, который звали Миха. Был некто Миха на горе Ефремовой. Это семнадцатая глава. И мы читаем. Он взял двести сиклей серебра, четвертый стих, и отдал плавильщику. Он сделал из них стукан элитый кумир, который находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он и фод, и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. вообще то, что сделал Миха нас смущает, естественно, потому что он сделал элитый терафим. Он не должен был этого сделать, но он сделал. Более того, он посвятил своего сына, одного из своих сыновей в священники. А какое он имел собственно право это делать? Здесь он нарушает заповедь наследственного священства Ветхозаветного Израиля. Потому что наследственное было священство. Только из потомков Левия могли быть священники. А вернее сказать еще более точно, потому что эта подробность важна. Священники и первосвященник в частности могли быть только от рода Ааронова из колена Левия. А все остальные вне Ааронова рода потомки Левия могли быть только прислужниками при храме. Так называемые Левиты. Что же делает Миха дальше? Ему мало того, что он посвятил своего сына священники. Он посвящает также еще бродячего Левита, который скитался по земле ханаанской в поисках хлеба насущного. И он предложил ему служить в его доме Божьем, как здесь говорится. И, конечно же, этот Левит согласился. И более того, он посвятил его в священник. Что опять-таки невозможно, что Левит не может быть священником. Левит, он есть Левит. И тем более он посвятил самосвятство совершил. То есть мы видим, что еще в Ветхом Завете самосвятство недопустимо. Другое дело, что священство сейчас не наследственное. То есть каждый человек, имеющий... Что-что? А сейчас оно разве есть у них? Ну, у них же равен это есть, как это тогда называется. раввины это не священник. Нет? Нет. Раввины это учителя. Это учителя. Они не наследственные? Равви. Равви это обращение к учителю. Раввин, учитель. Почему синагога в переводе школа? Это не храм синагога. Поэтому множество синагог по всему миру это не храмы, нужно понять. Это места собраний евреев, где они читали священное писание и молились. А храм предполагает принесение жертвы. У евреев по чему который дал Господь может быть только один храм. На сегодняшний день храм. Храма у них нет? Вообще нет. Вообще нет, конечно. В евреев нет храма. Он разрушен. На этом месте стоит мечеть Амара. Они, конечно, хотят все сделать для того, чтобы разрушить эту мечеть. Там делают подкопы всевозможные и на этом месте построить храм в Иерусалимске. Как же любили Бог не предпринимающие горьбы и души есть чувство естественного и селегиозного религиозности внутреннего? Да. Молитва недопустима, но в общем может быть не только изучаете это книжное и то будет. Понимаете, мы не должны путать одно с другим. Есть естественное религиозное чувство у каждого человека. Или он еврей, или он негр из какой-то в глубинке африканской, или он русский человек, не имеет значения. У каждого человека есть, что называется, врожденное чувство Бога. Это одно. А религия совершенно другое. Религия это система религиозных ценностей. Вот в частности есть религия иудейская. Есть христианская, есть исламская религия. Можно быть религиозным человеком с точки зрения соблюдения формальности религиозного, но быть абсолютно неверующим по внутреннему состоянию и стременности Бога. Такую болезнь мы будем часто наблюдать у евреев Ветхого Завета. Но на сегодняшний день нужно понимать, что еврейский иерусалимский храм совершенно бессмысленный храм, потому что иерусалимский храм это храм, который был храмом обетованным. Это значит, что через приношение тех жертв, которые установил Господь в Иерусалимском храме, евреи должны были постигать смысл пришествия в мир, в будущее пришествия в мир Мессии, Христа. И когда Христос пришел, то этот храм иерусалимский, он становится совершенно бессмысленным, потому что он готовил и евреев пришествия Христа. Появляете после этого храма другой храм, где совершается абсолютно другое богослужение, уже пришедшему в мир Христу. Какой смысл совершать жертвы Богу тому, который обещал приход Мессии, если он уже пришел. Это совершенно бессмысленное действие. Мы общаемся уже с пришедшим Спасителем мира. Но мы знаем, кто будет этим Мессией, которого они ожидают. И для кого будет выстроен этот храм? Это будет Айтихрист. И он сядет в Иерусалимском храме, который отстроит к тому времени евреи и будет выдавать себя вместо Бога. И будет требовать поклонения себе как Богу. Так вот здесь мы видим двоеверие евреев. Это и Гидеон, это и Миха. Они создают параллельный религиозный обряд, религиозный чин. Батюшка, это не похоже на современную пиларетку? Мне кажется, очень даже похоже, потому что раскольники, в данном случае это есть раскол, потому что существует в Силоме ковчег завета скиния, то есть ветхозаветная церковь, которую установил, учредил именно Бог. они создают параллельную структуру. Только те, которые не могли создавать. Что, что? Те, которые не могли создавать, они не с колена и ровного, не с коленом. Конечно, то есть они именно по установлениям не имели просто на это права. Это было прямое противление его установлением, то есть установлением Божьим. Какой человек не имеет права посвящать и... Разумеется, конечно, потому что он отлучен на церковь. Церковь, которая давала ему сан, она имеет право у него отнять этот сан, если он не соответствует этому сану. И вот мы видим, что здесь одну такую важную вещь. Гидеон, он честный, порядочный человек. Конечно, порядочный. Мы знаем его даже как святого человека. Он просто не знает ничего. Да. Но понимаете, мы видим, насколько уже заблуждение зашло далеко. Мы считаем его правоцем, потому что не все судьи, они являются святыми людьми, о которых нам повезет книга судьбы. Авимилер это человек не святой, это грешный человек. Судьи же были даны израильскому народу, чтобы они защищали платы на племянников судьи. защищали от тех народов на земле, которые находятся. От этого до этого. Такое, что-то люди могут быть светлыми. Они просто светлыми. Но в данном случае мы доверяем прежнему опыту нашей церкви. вот есть празднования правоцей. Помните? Так вот, правоцей это те правоцы, которые и Авраам, и Яков, и Исаак, но входят в правоцы также и, что самое удивительное, вот Самсон, например. Вот тоже. почитайте в Святцах, и вы найдете не только Самсона страноприимца, но также и найдете Самсона, значит, который, о котором пишется в книге Суть. Гедеон, мы видим, что этот человек праведный, он поступает по правде Божьей, и мы видим, Господь ему является и избирает его Господь. Помните под дубом, когда он занимался своими обычными житейскими делами хозяйствами, явился ему Господь. Так вот, чистота, я хочу еще это подчеркнуть много-много раз, чистота человека не значит его безупречность в его действиях. Какая чистота духовная? Чистота в каком-то смысле нравственная. Я почему именно так говорю в каком-то смысле? Потому что мы не можем сравнивать ветхозаветную чистоту святых с чистотой новозаветных святых. Она разительно отличается. Правда ведь? Ну вот сравните Гедеона. Как он мстил. Причем мстил изощренно, я бы сказал. Помните, когда он там с этими досками и так далее, с гвоздями? Я сказал, вы мне сейчас не поверили, я вернусь еще. И он вернулся. Заповедь забыл, он потом задумал. вот именно. Но здесь было нарушение этой заповеди. Потому что не было око за око. Око за око. Нужно понимать буквально эту заповедь. Потому что тогда, когда Господь давал эти заповеди, они были настолько гуманными и человечными. когда у человека кто-то отнимал глаз, он, понимаете, сносил голову этому человеку и убивал еще его родственников. И конечно, когда Господь дает заповедь око за око, то он ставит пределы человеческому мщению и злобе. Но здесь мы видим, Гидион поступает все-таки не по заповеди. Они его всего лишь оскорбили, ну посмеялись в его как в принципе знаете можно сказать самоуверенности. Что-что? Да. Ну что ты как будто говоришь как победитель. А он понимаете истребляет их жестоким образом. И тем не менее святость. Ну в чем же это святость? вопрос на который до конца сложно ответить, но можно попытаться. Во-первых, святый День Бог мы знаем. И Священное Писание нам говорит, нет человека, который жил бы и не согрешил бы. То есть нет праведного, говорит нам Писание далее, ни одного. Бога. То есть человек, каждый человек, нет такого человека, все согрешили, нет праведного ни одного. Но святые почему-то есть. Как это все понимаете? Как согласовать? Потому что святость это прежде всего святость Божия. Свят один Бог. Святой значит отрезанный, оторванный. Вот есть такое эквивалентное философское слово святой. Трансцендентный. То есть запредельный. Бог запределен этому миру. Но в то же время Он пребывает в этом мире своим промыслом, своей благодатью. А ты между к нам говорит Писание и в перст возвратятся. То есть ничто не может жить без благодати Божьей. То есть мы им есть, мы движемся и существуем. То есть Бог одновременно имманентен, выражаясь опять-таки философским словом, и трансцендентен. Трансцендентен за пределами этого мира, в то же время Он пребывает в этом мире. Но для чего подчеркивается такое различие? Для того, чтобы почернуть, что Бог свободен от этого мира, когда Он трансцендентен. Это значит, что Он не является душой этого мира, как учат пантеисты. Пан, все Теос Бог. Они считают, что этот мир является телом Божества. Таким образом, они связывают безусловной связью Бога с этим миром. Они делают Его пленником этого мира. То есть Бог не может жить вне этого мира. По учению пантеистов наше учение говорит, нет, этот мир свободен от этого, свободен от Бога, и Бог свободен от мира. Свободен этот мир до такой степени, что его даже научным методом можно изучать. И когда мы изучаем этот мир, то есть мы вскрываем этот мир скальпелем, скажем так, и мы не вскрываем тело Бога, потому что это тело на самом деле не является телом Божества. Это тело просто этого мира. но и этот мир не может существовать без Бога. Но Бог может существовать без этого мира. Но в то же время и этот мир имеет свободу от Бога. в лице человека мир свободы. Потому что этот мир это дело человека. Потому что этот мир это продолжение телесности человека. Может ли человек жить без этого мира? Не может жить по определению. Потому что мы можем жить без воды? Не можем. Мы можем жить без хлеба. Не можем. Значит этот мир это наше тело. И если мы неправильно себя ведем, то это отражается на этом мире. Если мы ведем неправильно испорченность проникает в этот мир. Экологическая катастрофа становится все больше и больше реальности для нашего человеческого современного. значит Бог трансцендентен. Выражаясь церковным языком свят. Поэтому человек, который верит в Бога, который живет Богом, Господь его высвобождает из условностей этого мира, делает его свободным по отношению к Тунии. Но этот путь был нелегким к полной свободе от этого мира для человека. этот путь был через смерть Сына Божия. То есть мы видим, что Гедеон был свят, потому что жил Богом, но был нравственно небезупречен. Он нравственно совершал ошибки, но в то же время он жил истинным Богом. И вот эта вера в жизнь истинным Богом высвобождала его от каких-то условностей. Нравственность это очень условное явление, потому что то, что было нравственным для ветхозаветного человека, то для новозаветного человека является абсолютной безнравственностью. У Авраама, у Давида, у Гедеона, да у многих других праведников. Вы помните, ему достаточно, или недостаточно было праведникам Ветхого Завета иметь одну жену? У Гедеона сколько было? А сейчас? Сколько было детей и были от наложниц, а в имя лета вспомнил. то есть мы видим, что нравственность она является очень условным понятием. Но это не значит, что сейчас можно придумать для себя нравственность в наше время. невозможно придумать. Она уже Богом показана в образе Сына Божия, в заповедях дана новозаветка. Так вот, святость для современного человека возможно через осуществление новозаветной нравственности. что совершенно было невозможным для ветхозаветного святого осуществить новозаветную святость. Но не было к этому абсолютно никаких сил. Не было благодати Божьей, не было причастия, не было покаяния, не было всего этого. не было тех таинств, через которые человек получает силу Господнюю. И скиния где-то она поделала. Конечно, одна скиния была. И кто она поделала? Конечно, и она, по сути, человеку ничего не давала. Она только его как бы учила, но сил не давала. Это было абсолютно истощенное человечество. Оно не имело сил, поэтому Господь допускает святость даже в рамках полигамии. Более того, даже конкубината, когда в каком-то смысле не только одни жопы, но и случайные женщины. Самсон понравилась ему блудница. Он вошел в блуднице и был счастлив. А потом ему девушка какая-то понравилась. Долида. Долида понравилась, он в Долиде. Было все просто. Что? счастье для современного 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 Расскажите смысл Самсона. Почему его Бог показал отдельно Самсона как личность? Самсона как личность. Почему именно его показал? Он был судьей сколько лет, он был судьей, но почему он его вывел как личность? Я задаю себе тоже этот вопрос. Вы знаете, много здесь причин есть. Да, Самсон, конечно, на первых это такой себе Геракл еврейский. С одной стороны это на заре. мы видим предысторию Самсона. Это благочестивая предыстория. По воле Божьей появляется не сказать таким вот сверхъестественным можно сказать образом появляется Самсон у родителей. Что они были бесплодны, нам говорит Писание. И чудесным образом знамения были какие. Они видели ангела. И тем не менее первый брак такой неудачный с язычницей. Помните, ему понравилась язычница, он сказал родителям, что вот она мне нравится, хочу и все. Хотя они его предупреждают. Они ведь помнили о том, что он по Божьему особому промыслу появился в них. Все-таки видимо какой-то трепет был перед Божьим установлением. Негоже брать язычники жопе. Он берет. Там даже указывается причина, что вот там мщение филистимлянам через нее должно было совершиться. Затем он совершает вся вот эта свадьба, вот эта предыстория этой свадьбы. Потом после свадьбы. Это одни убийства. Он пошел для того, чтобы отнять рубашки, там 30 рубашек убил 30 человек. Снял эти рубашки с трупов, скажем так, для того, чтобы одеть на живых людей. Ну, так сказать, проспорил человека. Он говорит, потому что вы на телице моей пахали. Она все рассказала. О жене он рассказал. Конечно, вы не узнали про то, что невозможно было узнать. В дан случае мы видим даже какую-то тщеславную загадку. задает этим язычникам. разве возможно отгадать этого? Это невозможно. Ну, как это, понимаете? Ну, лев, потом эти соты. То есть мы видим одну какую-то жестокость. Далее он убивает челюстью ослиной множество людей. Но, понимаете, здесь нужно понять, что это не он один убивал. Там еще один был судья, который тоже. Но обратите внимание, что возможно вообще убить. Даже может быть сложно одной челюстью вот сразу убить одного человека. И когда идет об этом речь, то идет речь о том, что было что-то сверхъестественное. Здесь очевидно Бог через вот эту челюсть убивал этих людей. Затем он Самсон, когда уже оказался в этом языческом капище, где пировались и наслаждались, как они повергли этого богатыря еврейского. Помните, какая стальная причина того, чтобы уничтожить Хилистимля? Он говорит потому, что они выкололи мне два глаза. Это меня должен убить всех. Здесь есть осуществление заповедей глаз за глаз, зуб за зуб. Сколько погибло там? Очень много. Всего за два глаза. Ну так это целая жизнь была. Нет, я понимаю, идет речь о соблюдении заповедей, об осуществлении. Ведь Господь сказал, если вы будете соблюдать эти заповеди, то вы будете что иметь? Жизнь. И я буду благословлять вас. Здесь попрание заповедей глаз за глаз. Вот что можно сказать? Что? там написано? Нет, но тогда можно сказать, он же Бог обратился, укрепи меня, чтобы я подися свободу. Господь укрепил Господь его. Хотя, понимаете, было здесь нарушение заповеди Божьей. Получается, что Бог устанавливает заповеди, и Он же их отменяет. все никакой Бог. Вы знаете, но Бог, который дал нам Ветхий Завет, Он дал нам и Новый Завет. В этом разобраться возможно только в одном случае. Так, Бог дает заповеди, Бог их отменяет. Бог кого хочет называет святым, а кого не хочет не называет. Значит, святость это то, что очевидно только для одного Бога. Больше ни для кого. Или Господь хотел показать, что по Его воле через Самсона и через волю Божию один еврей может сделать целую времени на то, что он сделал. Это уже было 120 раз показано. Да. Понимаете, этих свидетельств уже было больше, чем достаточно. Но они забывали. Конечно, забывали. Все это понятно. Забывали, забывали, вот он напоминал. И этим временем проливалась кровь реками, понимаете. Все эти реки попадали просто в океаны крови и так далее. Но все-таки слепой Самсон, он все равно ведь за все там стены. Я еще раз хочу вернуться к вопросу святости. Ветхозаветная святость непонятно во-первых для новозаветного человека. Это мы должны признать. Мы не можем ее понять, мы не можем ее вместить, потому что она, эта святость, это самая обычная греховность с точки зрения нового завета. Мы не можем ее понять, и мы не должны ее в каком-то смысле понимать. мы должны здесь только понять, что свят один Бог, нет праведного ни одного, все согрешили. Значит, святость это то, что связывает человека с Богом, с его трансцендентностью, с его неотмирностью. Господь говорит, мои пути это не ваши пути, мои мысли это не ваши мысли, они различные. Святость ни в коем случае никогда не отождествляйте с безгрешностью, никогда не отождествляйте с абсолютной нравственностью, святость это совершенно другое. По крайней мере, мы можем об этом говорить, то, что в пространстве, в рамках Ветхого Завета. И самое удивительное, что святость это прежде всего спасение. Вот с чем мы можем отождествить святость. Бог этих святых людей спас. Этих безнравственных людей Он спас. С другой стороны, мы знаем из Писания праведники едва спасения. А здесь что же творится такое? Еще раз почерплю. Не оценивайте Ветхий Завет через призму Нового Завета. Не подходите с научным методом к изучению евангельских заповедей. Мы не можем изучать научным методом евангельские заповеди. Так мы не можем и смотреть и понимать до конца Ветхий Завет через призму Нового Завета. Мы настолько уже христианизированы, что у нас святость почти совпадает с нравственностью. То же самое мы видим в первом праве вошел всю жизнь в правильной жизни истинно покаялся. То же самое в него лично получается. То же же самое. Пожалуйста. Он, конечно, еще не успел жить Новозаветной жизнью, потому что он не жил еще в пространстве Новозаветной Церкви, где человек мог питаться таинством покаяния, причастия, был спасен скажем так ветхозаветной святой. Да почему же его святость? Опять-таки мы видим только одно примечательное, что связано с святостью. Помяни мя Господи, когда прийдешь его Царство Твое. То есть до такой степени люди были отвращены от веры в истинного Бога, что единственное и самое важное и самое главное это была вера в истинного Бога. Все остальное уже как бы даже не имело значения. Настолько человечество было отупевшее, настолько очерствевшее, оно Бога, своего Творца не признавало. Оно постоянно уходило в блуд всевозможными идолами, божками и так далее. Миха так и говорит, несмотря на то, что он называл то место, где был Эфот и Терафим, называл Домом Божьим, но когда украли у него его божества, эти идолы, он так и говорит, зачем вы украли моих богов? Хотя Левит, он предлагает, чтобы он служил у него, истинному Богу, говорит, Господу будешь служить у меня, я тебе буду давать хлеб насущенный, а ты служил Господу. Но когда идет речь о его идолах, он так и называет боги мои, зачем вы их украли у меня? Даже это Господь еще принимает как некую святость. Чуть-чуть, потому что все-таки человек еще верил в Бога. Можете себе представить, какое помрачение было, какой мрак был того времени. Единственный храм, а тогда скиния вообще, скиния палатка, просто такие себе вот странствующие почитатели истинного Бога во всем мире были одни, и палатку ему отвели в пустыне. Конечно, Бог так захотел, потом построили правду уже храма, камень красивая, мрама, золото. Святость это почитание истинного Бога. Вот о чем идет речь. но нужно не односложно решить для себя эту проблему. Все-таки помните, когда безнравственно поступил царь, конечно, мы забегаем уже вперед, когда он отнял единственную жену. И когда он послал мужа ее на убийство, то Господь его слил за эти поступки. Это не значит, что Господь никак не обращал внимания на нравственность. Просто идет речь о том, что эволюция святости присутствовала. то есть не было стандарта святости во все времена Ветхого Завета. Это было состояние, которое постоянно развивалось на протяжении истории Ветхого Израиля. неупрощенно решает. Святость это все так будет. Здравствуйте, святость. Здесь очень все сложно. Мы будем видеть, как пророков будет Господь посылать. Чтобы они были лучше все-таки ветхозаветных праведников, которые были в книге Сынти. Батюш, это судьи все были праведниками? Авимилех. Здесь мы сейчас остановим свое внимание на Авимилехе. Авимилех это сын Гедеона от наложницы. Этот Авимилех потому что еще нам библейская история упоминает об одном Авимилехе. Но вот этот Авимилех он убивает своих братьев. А их было не много не мало а 70 человек. Наложниц там много было и жены. Он убивает и узубивает власть. Он хочет сделать власть судей наследственной. А мы видим что судьи получали судейство харизматичным образом. Господь избирал харизматичным харизматичным Потому что это был период теократии. Тео Бог кратус власть. Когда Бог властвовал в этом обществе Израиля. А он захотел стать наследственным принцем. и он провозгласил себя кем? Царем. И он соблазнил жителей Сихема на это. И напомните мне главу где происходит какая девятое? Девятая глава. Очень интересный такой момент присутствует. В девятой главе шестой ских и собрались все жители Сихемские и весь дом Милло и пошли и поставили царем Авимелеха Убуба что близ Сихема. А сейчас мы посмотрим параллельное место у кого есть текст с параллельными местами то здесь предлагается два параллельных места и в частности книга Иисуса Новина 24 глава 26 стих 26 стих здесь мы читаем более подробно все-таки идет речь в 26 стихе И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия и взял большой камень и положил его там под дубом который подле святилища Господня А где-то происходило мы читаем в 25 стихе в Сихеме то есть идет речь о дубе неком и о том что были заповеди провозглашены записаны и эти заповеди должны быть основным принципом праведной жизни евреев именно здесь в Сихеме происходит незаконное действие под дубом провозглашают царем разве Господь установил царскую власть в Израиле еще когда-то предлагали одному судье чтобы он властвовал над евреями помните кому предлагали предлагали так секундочку я заповедовал и этот судья он сказал ты властвуй над нами по-моему это гедеон а какой скажите а вот 28 глава 23 стих 22 и 23 стих владея нами ты и сын твой и сын сына твоего ибо ты спас нас из рук мадеонитя и он сказал ни я не буду владеть вами ни мой сын не будет владеть вами Господь владеет вами здесь получается что Авелелех нарушил еще и отцовскую заповедь потому что он сказал ни сын мой не будет властвовать над вами Господь владеет вот здесь в этих 25 стихе 8 главы выражена выражен принцип теократии Бог владеет только имеет право на владение Израилем только он никакой человек не имеет права затем нужно подчеркнуть одну очень важную деталь судьи они управляли одновременно всем израильским народом или только частями так вот совершенно верно именно частями и получается что период судей ориентировочно укладывается в такой исторический отрезок от 50 до 100 лет то есть все вот эти 12 судей которые нам известны владели народом израильским от 50 до 100 лет очень сложно сказать потому что они одновременно правили некоторые в разных коленах израильских какие-то возможно правили каким-то отдельным коленом и больше других судей не было тоже очень важно это значит что судьи они были выразителями воли Божьей и судьи вот вам понятно вообще вот почему именно судей называются эти люди надо подумать так что они разбирали вот вот эти-же евреи и жили на чужих территориях незавоеванных ими среди вот этого народа куда не пришли и Господь дал судьи чтобы они судьи разбирали тягу между местным народом и евреями почему именно судей чтобы разбирали судьи и тягу совершенно верно то есть почему именно судей хотя их некоторые Возможен и такой оттенок этого перевода, но все-таки судьи, потому что, да. — Да, именно это и есть. То есть они судили, то есть суд Божий повозглашали. Вообще, почему называется еще эта книга, помните, в еврейском каноне относится, вот Иисус Новин, книга судей, к книгам так называемых ранних пророков. Потому что есть поздние пророки, а есть ранние пророки. Так вот это именно ранние пророки. Судьи — это и есть тоже пророки. Потому что пророк — это тот, кто провозглашает волю Божию. И судья в данном случае, он тоже провозглашает волю Божию. Что? То есть Господь. Что, что? — Иисус Новин. Самсон тоже рассказывал. — Да. То есть они... — Высказано было, когда он поменялся на сведорителям, это будет Назарей иметь, да? — Да. Ну, нет, но дело в том, что нет, Назарей нет. Нет. Здесь нельзя ни в коем случае путать. Назарей и пророк — это совершенно разные личности. Назарей мог быть обычный еврей. Ему достаточно было дать обед на какое-то время. Не стричь волос. То есть это Назарейство — это не харизматичность. Это обычное обещание Богу какого-то времени, какое-то время посвятить им. Не стрижением волос, не употреблением вина и секера. Секер — это все спиртные напитки, кроме вина. То есть секер называется. Конечно, не только этим ограничивалось вообще Назарейство. Вот Назарейство Иоанна Крестителя, мы знаем, это было и детство, а Самсон далеко не детство никакого. Поэтому разные были обеты к Богу. А вот пророчество — совершенно другое. Это харизматичное уже явление. Хотя мы встретим там школу пророков позже. Но это другой момент, мы, так сказать, об этом поговорим особо. Но пророк — это тот, кто получает от Бога дарование. Но, опять-таки, эта харизматичность никак не отыждескляться у нас не должна святостью. Пророк — это не значит святостью. А Валамов вспомните. Он тоже от Бога прорезал, но он был далеко, если не учат. Значит, судьи и пророки, если мы будем смотреть именно с еврейского текста, вне с еврейского определения этих книг, то это получится, что они и есть пророки. Пророки, но с дополнительной, как бы, еще такой вот миссией Эдиноши защищать в качестве военачальников свой народ. Хотя Самсон, он не возглавлял вообще никаких военных баталий. Он самостоятельный, он один был, как целое войско. Захотелось ему эти ворота поднять, там, чем-то он отнес, на голову положил, вот. Забирайте. Вот. Так, здесь мы что видим? Судьи, они не все являются харизматичными личностями, в частности, Абимилех. И есть там еще, не помню, одного судью, и даже не одного, избрали народу. Просто избрал народу. Просто избрал. То есть, не было никакого... Это Иефай, по-моему. Иефай. Вот его народ попросил, он возглавил военную баталию, но, конечно, в процессе Бог был в себе. В процессе этой войны. Так. Батюшка, расскажите, вот там еще в конце, к Ильине Вениаминовым, за все это вот исчезновение. А, да, 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 да. Вот чем поняли? Можно было, конечно, в книге Священного Писания не упомянуть, да? Потому что, ну, это уж очень сильно напоминает Содом и Гамору. Правда ведь? Но все-таки, насколько справедлива и честная книга Священное Писание. Вот еще недавно Содом и Гамора совершили такое бесчестие, совершали такие бесчестие. И вот сейчас свои же совершили бесчестие над своими же. И более того, там процветало бы уже ложство, как мы знаем. Вот так. Конечно, поступок, помните, все как один восстали колено, как один человек. В 20 главе 11 стихе, говорится, собрались и сироитяне против города единодушно, как один человек. Но самое здесь еще удивительное, вот все, правда есть, хотели отомстить, но дважды терпели поражение, обратите внимание. Помните? А как вы думаете, почему это произошло? Почему дважды? Причем мы с большими потеями. Конечно, здесь идет речь в 16 стихе о том, что они, то есть потомки Вениамина, бросали из пращи камни в голос. Не бросали мимо. Они были очень хорошими витателями из пращи. Но в этом ли причина? Да нет. Обратите внимание. В 26 стихе, когда они пришли после второго поражения, то есть 11 коллег. «Тогда все сыны Израиля и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и сидя там плакали перед Господом, и постились в тот день, в тот вечер, и вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом». А было раньше? Нет. Это как первый раз они пришли. И в того раз не было. То есть мы видим опять-таки, в чем залог успеха Ветхого Израиля? Именно почитание Бога. Вот это первый раз за все, что пишут, вот Иисус Навин и вот судьи, что они пришли в первый раз Дом Божий и Мини. Да. Дом Божий, вместе. Единодушно. Потому что обратите внимание. У нас нет единодушия. Мы знаем, что один судья опекал там одно колено, два или три. Но здесь мы видим, собрались все. То есть та мерзость, которую совершили вениаминитяне, это была мерзость, которой все-таки, видимо, не было в остальных коленах Израильских. Потому что это возмутило всех. Это был беспредел полный. И после этого разгром вениамина совершился. Но не полностью. Сколько человек осталось? Шестьсот. Шестьсот человек осталось. И все-таки они понимали, что обетования были и для колена Вениаминова. Все они очень скорбели и переживали, что может исчезнуть колено Вениаминова. Но когда сыны Израиля собирались, то они поклялись, что не будут выдавать своих дочерей за сынов. Как они отнеслись к своей клятве потом? Хотя понимали, что это угроза исчезновения для колено Вениаминова. Как они отнеслись к клятве с вами? Со всей ответственностью. Но вспомнили. А может быть не было тех, кто не произносил этой клятвы. И все-таки такие нашлись. Из города. Так, город. Господи, я себе не запомню. Как, как? Да. Алис, по-моему. Явис. Потому что там есть два чтения, два прочтения этого названия. Даже три. И Алис, да. Но там всего было четыреста девиц, которые не познали Муха. Всех остальных, как ни пришедших, ни отозвавшихся, тоже их мечтают. И получается, что осталось четыреста, потом они делают какую-то хитрость. Напомните. Какую? То есть мы не отдаем, просто у нас воруют. Понимаете? А почему? Похищение девиц Силовских. Темреть. Что тут сделаешь? То есть закон как дышло. Куда поверни, так и вышло. В данном случае так и произошло. Потому что вот закон. Почему с законом невозможно спасти человека? А потому что, понимаете, юриспруденция – дело тонкое, как нам известно. Особенно кто владеет этими искусствами. Как прокурор скажет. Да, как прокурор скажет, так и будет. Или судья. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и вошли оттуда, каждый в свое дело. Последний стих. В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему казалось справедливо. Мы уже эти слова встречали, когда шла речь о Михе. Сейчас мы видим, что это еще и кульминация. То есть то, что происходило, потому что не было царя. Так царь, это хорошо или плохо? Да, конечно, хорошо, папа. Это диновластия. Это плохо. Но почему это хорошо? Потому что единобласть. Конечно, мы поговорим об этом единобластье. А если пришел такой царь, как Саул, Нуишко, или как Сталин, примерно, да? А не всякие бывают, Вадечка. А не всякие бывают. Вот в том-то все и дело. Это потому Господь так управил. Что он сказал? Я же не послал вам тирана какого-то и деспота, царя. Вы сами попросили, как прочие народы пусть будет у нас. Но я-то вам дал свободу, полные демократии. Что хотите, то и делайте. Но как воспользовались этой демократией? Кто во что гораздо. Каждый играл свою партию. Но не в свое время и не кстати. Но как на Украине раскол, так и у нас такое и политическое. Демократия. Вот она демократия. Вся прелесть демократии. Вот и демократия. Какая вера, такое правительство. Демократия. Сколько страны? То, что страна не пугает, и секта точно еще один. Кроме идолов, секты. Место идолов. Знаете, однажды у одного известного композитора, в его юном возрасте, он был очень талантливым человеком, и ему пришлось аккомпанировать двум певицам одновременно. Они пели какую-то песню. Но именно каждый пел свою партию. А когда они начали петь, то понятно, что они начали петь каждое, так сказать, свое. И он остановился и очень осторожно спросил, а кому из вас не аккомпанировать? Вы знаете, было время сложное. Судхи. Кто-то провозглашал себя царем. Действительно, было очень сложно аккомпанировать, понимаете, Богу в это время. Потому что, в принципе, все поступали безнравственно, если так разобраться. То, что мы прочитали, это было очевидно. И, конечно, не тот, не то устроение в национальные жизни, не царский, не царский, скажем, ну как это можно выразить правильно, самодержавие, это было самое правильное определение, самодержавие. Вот оно тоже было, понимаете, неправильным. И здесь нужно понять, что Господь дал только на время. И нашей России, в частности, самодержавие. Оно не было правильным. А вспомните Катерину. Вторую. А вспомните Петра. Первую. Что было всегда хорошо. Это был гонитель церкви. Он разрушил церковь, понимаете. Он только потому не смог ее разрушить до конца, потому что это Божье постановление. Но Он все сделал для того, чтобы ее разрушить. Поэтому никогда мы не должны говорить от имени церкви, что какая-то власть, именно как система управления народом, нацией, не канонизирована церковью. То есть, ни одной системы власти нет церковной, я имею в виду, для светского управления. Это очень важно. Потому что, когда идет речь о том, что нужно самодержца где-то найти, можно найти только как Агивилеха такого же, где-то там под дубом его короновать. Чудаков много, и в наше время уже было. Откапывали каких-то там романов для того, чтобы их на царский трог. Все это, понимаете, детская забава, все это несерьезное. И особенно, когда люди делают это от имени церкви, то это вызывает просто, знаете, какое-то, с одной стороны, это сможет как на больных людей, а с другой стороны, это у мирских вызывает какой-то смех. Мы исчерпали свою возможность и самодержали. Как тут непонятно? Нам дали возможность любить своего самодержца. Ну и что? Царь Николай плохой был, царь? Хороший. А что, любили его? Почитали? В другое время было. В другое время было? А сейчас что-то изменилось? Сейчас в другое время. Или мы с вами история дает каждому дает совершить. Но почему-то интересно, ничего мы не получили. А как мы, где мы найдем этого царя? А Рюрика мечей, они были от нас, наших кровей? Нет, это же нет. Вот ты. Пригласили. Пригласили. Понимаете, вопрос очень сложный. И понимали, что он невозможный. Понимаете, здесь перевел друг друга, прежде чем назначить из своих царя. Нужно было его назначить извне. Ладно. Не удержались. Затем назначили от своих романов. Тоже убили. Цинично убили. Со всей невинной семьей растерзали, как звери. Может ли иметь этот народ такое утешение в лице самодержества? Потомственного? Сейчас уже нет. Конечно нет. Так зачем об этом говорить? Мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем полную демократию в расцвете сил. Но нужно заметить, что демос это народ. Но по конституции получается, что народ по их конституции. Только тот, который в парламенте сегодня. А демократия получается, как седозволенность. когда народ переставал доверять своим правителям, он начинал брать власть в свои руки. Но это тоже называлось. Тоже была такая кратия, она называлась охлократием. То есть тоже такой был народ. Охлос. Это пролетариат, который мог только воспроизвести потомство. То есть в принципе ни на что были не способны. Они тоже приходили на какое-то время к власти. Это еще называлось анархией. В принципе человечество уже все формы власти использовало. Все абсолютно. Какие только возможно. Все уже правили. Всем давали порулить. Нужно понять, что не во власти наше счастье христианское. Наше прежде счастье христианское то что мы нашли Бога, что мы можем жить позав Богом Господнем. Не нужно идеализировать власть, потому что власть губит человека, абсолютная власть человека губит абсолютно. все люди, которые приходят на вожделенную ступень власти, они развращаются. Для того, чтобы зайти на эту ступень власти абсолютного правления народа, представьте, ответственным перед последующими поколениями своего рода и вообще своего народа. Но нет у нас таких, но где вы сейчас найдете? Мы что-то никогда не считают землями Божьей власти на землях, и мы вообще напомним, никогда Божьей власти на землях? Царская власть? Божья, что сможет, да, и землянная власть. А зачем это? А дальше? Это совершенно не к чему. Потому что Царство Божие в Новом Завете внутри вас есть. Понимаете, мы не можем идти в Царство Божьей толпой. То есть небо не было? Господь остановил эти утопические взгляды. Когда его, помните, апостолы говорят, не в это ли время ты восстановишь Царство для Израиля? То есть небо никогда на земле не вернулось? Только после Страшного Суда и Воскресенья, уже там, где не будет зла, там, где все будут испытаны. Кстати, здесь очень интересно еще есть такая деталь, которую мы обошли вниманием. Помните, оставлял Господь языческие племена для того, чтобы они многими искушали. Искушали, да. Отступникам, понимаете, нужны эти искусители. Для того, чтобы они увидели эту ложу. А то, понимаете, мы очень любим грех. А потом, когда нам покажут грех со всеми рогами и копытами, вот тогда мы начинаем прозревать. Вот мы грех говорим, хорошо, хорошо. А почему я разве не могу брать от жизни все, что я хочу? Как человека убедить? А вот показать ему, понимаете, там, может быть, дать, испытать, может быть, какое-то беснование. Или что, как апостол Павел говорит, что нужно дать прелюбодейцу сатане тело его, да дух спасется. Ну вот как человека спасти? Вот нужно, чтобы он немножко его перемолол, а, понимаете, почувствовать человека, тогда действительно, какой дух спасется. Так что здесь невозможно человеку иметь какую-то идеальную форму власти. Вот замечательный фильм «Падение Византийской империи». Вы смотрели, да? Посмотрите, отец Тихон Шипунов, он профессиональный режиссер, он создал этот фильм, прекрасный фильм. Сильно, 1150 лет посуществовала дольше всех империй в Византийской империи. Но она пала. Почему? А потому что жилу начали беситься все. Потому что начали провозглашать, что греки являются истинными ромейами. Только греки, только, вот начало какая-то, вот сейчас что у нас? Когда говорят о том, что украинцы являются наследниками, наверное, по-другому скажут. Что, 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 что? Нет, нет, здесь не важно. Но когда здесь идет речь о том, что Украина для украинцев, то, понимаете, здесь становится совершенно очевидно, что именно для конкретных украинцев, для тех, кто сгаличены. Почему? Потому что, оказывается, для тех украинцев, малороссов и новороссов, которые говорят на русском языке, для них, понимаете, нет, так сказать, возможности говорить на своем родном языке. Они должны, так сказать, изучать именно вот этот красноросский язык. Галичина называлась червонороссия, краснороссия. Только на таком языке мы должны говорить. Вот здесь и получается это говорить. Матюшка, она все что-то наказуемо от Господа. Что, что? Я что-то наказуемо от Господа. Попускается Господь? Конечно, Господь наказывает. Только по Своей любви нужно понимать, что Бог наказывает. То есть, суд Божий, конечно, это вообще суд Божий удивительный. Особенно Псалматов, понимаете, они шокируют нас своим призывом. Вот, с одной стороны, вот Псалмоперец, ну, как бы не все же Псалмы написал, царь Давид, ну, хотя большинство, конечно, он написал. С одной стороны, он говорит, что, чтобы Господь отмстил врага, он даже такие слова страшные говорит, чтобы падший ангел, он точно не помню смысл такой, чтобы враг стал одесную моего врага. То есть, чтобы сатана стал одесную моего врага, кровного врага такого, чтобы отомщение было сильным для моих врагов. И в то же время сам, когда он в Псалме говорит, не вниди в суд с рабом Твоим, Господи, потому что, если ты войдешь в суд с рабом Твоим, то не оправдается никакая плоть. То есть, никто не может, понимаете, вступить в суд с Богом. И в то же время он сам бросит суда и наказание для своих врагов. Такая вот эта заветная святость, вам пожалуется. И сейчас то же самое, понимаете. Кто пришел в власть, вот и заказывает вуз. Пришли, западаются в власть, и вот они заказывают в вуз. И говорят о том, что вот, я Украина, а ведь у нее конкретная Украина, с конкретными интересами, с конкретными взглядами. А, к чему я это все хотел сказать? Я хотел сказать это к тому, что не может быть идеальной власти здесь, понимаете? Не может. И мы не должны питать каких-то иллюзорных в этом отношении взглядов, что вот, когда-нибудь там будет царь, и будет всем хорошо православным. А почему должно всем остальным быть плохо? Понятно. Какие вопросы? Следующая книга, она частично относится к книге судьи, а частично к первой книге царств. Почему? Потому что, ну, мы узнаем еще, мы будем, может сказать, заканчиваем вперед. Нужно будет прочитать Руфь и первую книгу царств. Две книги. Конечно, это много, я думаю, чтобы одолеться, а если не одолеться, ну, одолеться. Вопроса точно нет, да? Ну, там вообще там интересная история с этим серебром, потому что оно было заглядое, это серебро. Что-что? Когда уже от Господь, он сам как бы отрекся, когда стал тем, где-то на греху. Нет, отречение все-таки нельзя считаться. Я сказала, я сегодня сказала, я делаю серебро, чтобы... Это не Авимилех, простите, это был... Это Миха. Миха, да. А какая у вас это? Ну, все-таки нельзя там считать, что там произошло какое-то отречение от Бога. Нет, он почитал Бога, нет. Там действительно, просто проблема заключается в заглядности этого серебра. Ну, что она... Она сначала сказала, что проклевание. Да, совершенно верно. А оказалось, что это взял ее сын. А потом уже говорили, что сын или как бы... Правильно, потому что она посвятила... Она как бы имела в виду, что он возьмет эту серебро, понимаете? Поэтому как бы там на самом деле... Просто правильно прочли. Спасибо. Спасибо.